Приветствую вас на моем канале разбора в анонсах телепередач, психологических обзоров от Оксаны Геттман и, конечно же, моего творчества. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в пост-шоу проекта «Холостячка в жизни после проекта». А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше всего, за кого вы болели. Во-первых, все пост-шоу Элерт проржал, Леша просидел грустный, потому что это жизнь, он не победил. Но мы узнаем, что Леша, Алексей Трикубенко вернее, будет следующим холостяком. И он идеальный, он реально хочет семьи. У него идеальная родительская семья, идеальная модель. В него влюбились все девчонки, которые смотрели «Холостячку». Ну и самое интересное, у него правильное понимание холостячки. Он, конечно же, он ревновал холостячку, но он понимал, что за ней, как в реальной жизни может ухаживать много парней, так и на проекте, для него это была естественная ситуация. Это то, что не понимали другие холостяки. Они думали, что раз девушка пришла к ним на проект, то должна быть влюбленная только в них и не имеет права ходить на свидание к другим мужчинам. Имеет. Так как холостяк встречается с несколькими девушками, так и девушки могут встречаться с кем хотят. С моральной точки зрения, и понятно, по условиям проекта не так, но с моральной точки зрения имеет полное право, точно так же, как и парни. Холостячка встречается, у нее много претендентов, и у парней много претендентов. Это жизнь, так бывает в реальной жизни. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше всего. Из холостячки. Откуда я знаю, что Леша будет следующим холостяком? Да просто я это придумала. Но согласитесь, идея все-таки гениальная. А еще я придумала целую книжку рассказов, маленькие истории. Заказывайте, буду очень благодарна. Жду от вас в пальчики вверх, и до новых встреч!